SLIP устаревший сетевой протокол канального уровня эталонной сетевой модели USI для доступа к сетям стека TCP IP через низкоскоростные линии, связи путем простой инкапсуляции IP пакетов. Используются коммутируемые соединения через последовательные порты для соединений клиент-сервер типа . . В настоящее время вместо него используют более совершенный протокол PPP. История SLIP был разработан в начале 80-х компанией 3COM. Протокол начал быстро распространяться после включения в ОСБЕРКЛИ UNIX4 двумя Риком Адамсом в 1984, так как благодаря ему стало возможным подключение к интернет через последовательный COM-порт имевшийся на большинстве компьютеров. Ввиду своей простоты сейчас используется в микроконтроллерах. Принципы работы. Для установления связи необходимо заранее задать IP-адреса, так как в протоколе SLIP нет системы обмена адресной информацией. При немаемом потоке BIT SLIP позволяет определить признаки начала и конца пакета IP. По этим признакам SLIP собирает полноценный пакет IP и передает верхнему уровню. При отправлении IP-пакетов происходит обратная операция, они переформатируются и посимвольно отправляются получателю через последовательную линию. Для передачи необходимо использовать конкретную конфигурацию UART, 8-бит данных, без паритета аппаратное управление каналом передачи или трехпроводный нульмодемный кабель структуры кадров. Так как передача данных в последовательных асинхронных линиях в виде байта ориентирована, сначала IP-пакет разбивается на байты. Границей SLIP кадра является уникальный флаг END. Уникальность этого флага поддерживается байтстаффингом внутри кадра с ESC последовательностью 0x0, причем байты END заменяется последовательностью, а байт ESC последовательностью. Недостатки Нет возможности обмениваться адресной информацией Необходимость предустановки IP-адресов Отсутствие индикации типа инкапсулируемого протокола Возможно использование только IP Не предусмотрена коррекция ошибок Необходимо выполнять на верхних уровнях Рекомендуется использовать протокол TCP Высокая избыточность из-за использования стартовых и стоповых битов при асинхронной передаче Передачи в каждом SLIP кадре полного IP-заголовка и полных заголовков верхних уровней байтстаффинга В некоторых реализациях протокола максимальный размер кадра ограничен 1006 байтами для достижения обратной совместимости с реализацией в Berkeley Unix SSLIP Сетевой протокол CSLIP Немного усовершенствованный Иван Якобсоном Протокол SLIP Изменения коснулись сжатия IP-заголовков и TCP-заголовков 40 байт этих двух заголовков могут сжиматься до-от-до CSLIP дает заметный выигрыш против SLIP только при использовании небольших пакетов и хороших линий связи Так как при необходимости повтора передачи в CSLIP заново переданы будут все пакеты Вплоть до последнего переданного не сжатого Против одного пакета в SLIP Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова